добрый вечер друзья 7 сентября 2018 года меньше месяца осталось до начала приема заявок для участия в лотерее green card она называется dv 2020 хоть мы с вами и в восемнадцатом году сейчас но 1 октября начнется 19 финансовый год а победители приедут страну в двадцатом финансовом году 2020 сейчас очень много вопросов я каждый раз когда виду стрим десятки людей спрашивают когда именно начнется прием заявок официально на официальном языке бюрократическом прием заявок называется регистрация участников и вот не прием заявок а регистрация участников когда начнется регистрация участников есть один единственный веб-сайт на всей планете который отвечает на этот вопрос официально я ссылочку дам под описанием к этому видео но это сайт лотерея государственный сайт и там пока ничего не сказано я специально пошел посмотреть перед тем как это видео записывать что пишут и пишут разные вещи разные сайты кто-то говорит с 1 октября потому что действительно много лет подряд начиналось 1 октября когда-то 2 где-то 3 вот некоторые пишут 3 начнется и там какого-то закончится видимо по аналогии с прошлым годом но на самом деле правда состоит том что ответа на вопрос пока нет и любые даты которые вам назовут вот на данный момент пока это не появится на сайте гринкарт лотерея все это абсолютно никакого значения не имеет это просто спекулятивный такой разговор теперь что существенно при этом при всем не имеет никакого значения начнется это 1 октября 3 или 5 или даже 15 у вас будет месяц с небольшим обычно дается больше чем месяц немножко но даже если вам дали две недели этого выше крыши достаточно чтобы пойти заполнить что там надо заполнить заполнение заявки занимает несколько минут особенно если вы подготовитесь к заполнению то есть соберете там все что нужно как вы подготовитесь вот на нашем канале есть плейлист называется лотерея гринка пожалуйста можете посмотреть видео мы в прошлом году очень много делали и в этом сделаем безусловно и как форму заполнять я пройдусь своей рукой по форме когда она выйдет и по инструкциям и так далее поэтому если вы действительно хотите надежно и так основательно все это сделать значит первое не беспокойтесь сильно по вопросу о том какого числа начнется вот начнется вот вам скажу второе не суетитесь и не пытайтесь первый день все это заполнять год назад я вот на эту тему тоже говорил и объяснял что вот сервера там ложатся от того что пиковые нагрузки они не выдерживают и так далее я бы подождите недельку там десять дней подождите и что дальше произошло сервера кстати вели себя неплохо относить относительно неплохо относительно неплохо но потом обнаружилась ошибка в софтворе там и они обнулили те формы которые были заполнены и сказали заполняем снова и значит те люди которые просто вот там поспешили куда-то там понеслись многие из них так и никогда не узнали что нужно было заново заполнять я в этом году где-то проверял наверное сотню заявок меня просили посмотреть вот там американской рукой так сказать проверить я хочу сказать что два десятка из ста они не могли сами они как не получается я не то что так вот там пять люди без рук или без ног нет но вот они у них не получалось какие-то выходили странные сообщения и так далее а я смотрю на формочку они мне присылают отсканированную а там написано что она там не на 5 октября подан или там 6 понимаете а это обнуленное все они даже не знают поэтому значит первое второе третье десятое не будем нумеровать значит неважно какого часа начнется второе не надо спешить третье если вы уже спешите бывает что так вот брать не не усидишь там на руках not рветесь в бой вы рискуете попасть в такую ситуацию когда вам после заполнения формы не будет ни ответа не привет это может произойти по разным причинам например если у вас времени займет больше 30 минут заполнения заявки то она просто от вас отключится и вы повисните в каком-то таком непонятном состоянии вот если сервер там действительно ляжет между тем моментом как вы начали заполнять и тем как вы закончили значит вы тоже окажетесь таком странном положении все это не так страшно как может показаться потому что единственным фактом подтверждающим то что заявка была реально отправлено и принято является появление у вас на экране такого окошечка который вы должны распечатать там скопировать и так далее окошечко и на этом окошечке будет значит там так называемый confirmation номер номер подтверждения если этого окошечка у вас не возникло это значит что вашу заявку никто не принял это значит что вы можете еще раз ее подать и столько раз сколько хотите столько раз подавайте до тех пор пока не возникнет confirmation нам после того как он возникнет вы не можете подавать второй раз потому что это будет дублированная заявка и они все столько сколько вы дублированных подадите столько будет дисквалифицировать это значит никакой опасности дисквалификации нет если вы еще не получили вот этот самый номер так что вот наверное основное что я вам хотел сказать кроме того что как только появится официальная информация о том какого числа я безусловно расскажу на нашем канале и и не только об этом расскажу еще о многих других вещах поэтому мой вам совет да если вы хотите как бы еще раз надежно и уверенно этим всем заниматься значит вы подписываетесь на наш канал и желательно не только на заголовки посматривать в сообщениях а все-таки посматривать видео тоже мы об очень многих вещах говорим и ваш уровень подготовленности ваше нахождение в контексте того что происходит имеет критическое совершенно значение для успешного прохождения насквозь до успешного если так между делом на авось конечно можно так вообще многие люди всю жизнь так живут дело такое но если мы говорим про лотерею green card и вы действительно очень 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 хотите не оказаться за бортом из-за каких-то идиотских причин которые на самом деле вы контролируете состоянии контролировать но просто не стали контролировать если этого вы не хотите чтобы случилось значит вы подписывайтесь на наш канал и вступаете в ряды людей познающих этот процесс и не только green card лотерея но и в целом как бы американское общество американскую миграционную систему и все остальные вещи счастливо счастливо